Приветствую вас и прежде чем предполагать наличие психических болезней, лучше прежде чем это сделать, давайте попробуем все-таки проанализировать ситуацию с той точки зрения, что могло вызвать подобное поведение. Начнем с того, что у человека явно есть очень хорошее воображение. И оно, это воображение, явно очень активно, то есть человек активно его использует. Воображение говорит о неком творческом потенциале человека, который, вполне вероятно, он неправильно реализует. Так бывает довольно часто, и если это действительно так, то человека можно направить на более конструктивный творческий путь, то есть предложить ему заняться написанием книг, написанием стихотворений и прочее. Это могло бы помочь человеку обрести вот ту самую благотворенность, которую он ищет благодаря подобным вещам. Но идея творчества, она незаключительно была поставлена мной на первое место, потому что наименее вероятна в данном случае. Как правило, человек, если чувствует желание заниматься творчеством, он ими занимается. У вас ситуация другая, поэтому я должен был сказать, это как возможный вариант. Следующий момент, который нужно отметить, заключается в том, что человек, возможно, через такие проявления уходит, бежит от какого-то внутреннего конфликта, от нового опыта, используя вот эти вот термины, измышления для того, чтобы избежать нового опыта. Нежелание воспринимать мир реальным говорит о том, что реальный мир человеку не нравится, он желает от него избавиться и устремляется к миру своих магических представлений. То есть здесь имеет место страх и бег от конфликта. Соответственно, если это действительно так, то необходимо понять момент, с которым началось подобное поведение человека, и постараться помочь ему разрешить именно изначально его конфликты. Как можно больше разговаривать с ним об этом, помочь ему какими-то действиями, возможно, как-то показать ему решение проблем. Тогда, вероятно, это исчезление просто за ненадобностью. То есть изначальный стимул в таком поведении исчезнет. Третий момент, о котором нужно было сказать, заключается в том, что у человека есть очень чувствительное биополе. Такое бывает, к сожалению или к счастью, это зависит от точки зрения. И если это так, то человеку нужно научиться свое биополе контролировать, чтобы не принимать извне каких-то изменений других биополей. Об этом вам, наверное, лучше рассказывать из атерики, потому что это все-таки больше в их компетенции. Но, тем не менее, такой вариант тоже возможен. И вот, если вот эти все три варианта вам не подойдут, тогда можно говорить о наличии у человека психического заболевания и, соответственно, организации деятельности по диагностированию данного заболевания и назначению соответствующего лечения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы все остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.